Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И мы стараемся в этом исполнить нашу роль Одна мышка, которая забежала в дом И начала чувствовать себя как дома Постоянно бегала вокруг и все от нее пугались То хозяин этого дома решил от нее избавиться Поэтому он находит кошку, которую он приводит к себе в дом И она начинает охотиться за этой мышкой Мышка в своем панике старается спастись И она бегает и случайно находит волшебную палочку И когда у нее есть шанс воспользоваться, она говорит Как же так? Моя жизнь настолько несчастна, настолько противна Я хочу быть кошкой И эта волшебная палочка действительно делает то, что она хочет И она превращается в кошку Проходит время, эта кошка чувствуется как дома опять же И начинает брать молоко и всякие другую еду И сыр и так далее и такие вещи И потихоньку хозяин дома, он противится этому Он хочет не избавиться, но она не уходит Поэтому он приводит собаку в дом И после этого начинается новая охота собака за кошкой Но эта кошка напомнит свой гилгул, свою рекорацию, свою мышку Поэтому она бежит в то место, где волшебная палочка И она говорит, пожалуйста, я хочу быть собакой И действительно, опять же, исполняется ее желание И она становится собакой Собака, опять же, она становится в этом доме Очень себя чувствует, очень комфортабельно И приводит, ну, большой хаос Поэтому хозяин этого дома, он решает выбросить эту собаку И он берет и выбрасывает ее Собака последним самым рвением, она бежит Она приближается к этой волшебной палочке И просит, чтобы она стала хозяином этого дома Потому что тогда действительно эта жизнь Эта собака — это не жизнь И тогда, опять же, исполняется это желание И она становится хозяином этого дома Когда вроде бы все хорошо Но когда приходит хозяйка в дом И тогда он понимает, что на самом деле он не хозяин этого дома А хозяйка — это она И в этот момент он бежит, находит эту волшебную палочку И теперь, наконец-то, он просит, чтобы действительно Чтобы быть хозяином, чтобы чувствовать себя Под полным контролем, чтобы никто этого не командовал Он говорит, я хочу быть хозяйкой этого дома И опять же здесь он превращается в хозяйку этого дома Проходит время, и хозяйка, она находится в кухне И вдруг она видит, что она окружена мышками Эти мышки, они прыгают туда-сюда У нее крик, ой, паника И от этой маленькой она бежит, кричит Она находит эту волшебную палочку Она говорит, у меня такой страх Я хочу быть мышкой И тут все, видео начинается сначала В наше путешествие через жизнь Надеюсь, что мы здесь научимся не быть какая-то мышка Мы, когда мы сталкиваемся с испытанием Какими-то проблемами, барьерами Мы должны научиться, как с ними справляться В Иштадлут, в наших стараниях В наших постановленных усилиях в этом мире Мы должны помнить одну вещь Что дается очень интересный вопрос В Рапшембар-Йохай со своим сыном Лазар Они скрываются в пещере от римлян 12 лет И потом еще один год И как они там могут выжить? Они видят, что вдруг вырастает дерево От этих фруктов они могут питаться все время И вдруг появляется ручей Но у них есть вопрос Что значит их одежды? Так как они, возможно, останутся там долгое время Одежду они должны использовать, чтобы молиться Во время молитвы нужно быть одеты Почтенно Поэтому они боятся, что их одежда будет снашиваться И им нет возможности получить одежду Поэтому они принимают решение Каждый раз, когда они будут учиться Они закапываются в песок До шеи, чтобы они были как-то закрыты И одежда будет использоваться только для молитвы Задается здесь вопрос Посмотрите вокруг Посмотрите Еда, дерево Ручейцы, это чудеса Открытые чудеса вокруг вас Зачем заботиться, зачем бояться Что будет с вашей одеждой? Пока есть одежда, все хорошо И Ашем уже что-то сделает Очередное чудо И позаботится, чтобы эта одежда Осталась в хорошем состоянии Ответ Говорится, что Когда говорится о физических, о материальных вещах Тогда у человека может быть бетахон Может быть уверенность, упаяние Что Творец все для него сделает Говорится о духовных вещах Тут говорится о митцвот Нам нужна одежда, чтобы молиться Тут мы не будем Полагаться на наш бетахон Тут мы должны максимально Принять наши усилия Чтобы это действительно было так И так в нашей жизни Мы должны понимать Что наш бетахон На материальные вещи Это Мы можем надеяться Что действительно Все, в конечном итоге Ашем, как он делал И как он делает Он будет заботиться о нас И наши усилия Тут только скрывают Все эти чудеса Которые он делает Для того, чтобы Дать нам все, что нам нужно Но когда говорится о духовных целях То, к сожалению Люди иногда наоборот На духовные У нас хватает бетахон Все будет хорошо Но когда говорится о материальном Мы начинаем переживать Мы видим отсюда, что именно здесь Когда говорится о духовных вещах Я должен приложить максимальные усилия Чтобы все действительно Добиться максимального успеха в этом Как мы сказали Что весь этот штат лут Все, что мы пытаемся добиться в этом мире Человек открывает какой-то бизнес Он Опять же У него есть какая-то работа Он Принимает усилия Для этого Это только чтобы Шхина Чтобы божественное присутствие Оно пустилось вниз И во всех моих Делах Это будет Только показатель И средство того Чтобы Ашем присутствовал здесь В моем магазине В моем офисе И в любом классе В любом классе Везде, где это Не было просто какое-то Материальное И бездушевная такая работа А это что-то, чтобы Шхина появилась здесь И в этом смысл этого творения В этом смысл всего Тикун Гулям Привести этот мир к совершенству Поэтому, если человек Этого не делает То как будто Как мы сказали Он Он Тормозит Гюлла Он тормозит Машеха Который Приходит тогда Когда мы Принесли Шхину в этот мир Если Это так То Мы должны Сегодня Постараться понять Как Дефинировать Как определение Что такое счастье Ошир Что такое счастье В этом мире В Рассказывается Известная история Что Был Один король Который С одной стороны Он добился Большой Популярности Большого успеха В своем Королевстве Но Он Чувствовал себя Несчастливым И Он постоянно Искал Искал Вот это Полноценное Счастье Для этого Он позвал Всех своих Людей Всех своих Приближенных И Он обратился К тем Фигурам Тем Приближенным Которые считались Так же В его королевстве Которые добились Больших Успехов И Каждого из них Он Расспрашивал Он допрашивал Как Он Добился Вот этого Счастья И Когда он Начинал с ними Разговаривать На эту тему Ответ был Всегда Один и тот же Счастья У меня нет Я добился Этого Это хорошо Но Чтобы назвать Счастья Нет И Когда он Перебрал Всех Этих Приближенных Которые Он думал Что Они Действительно Счастливые То Он Еще Более Впадает В отчаяние Не знает Как же Он Когда Нибудь Найдет Рецепт Для Счастья И Один Из Его Советников Говорит Что Я знаю Ставлю Такая Легенда Что Если Человек Находит Человека Который Счастливый То Надо Получить Если Ты Получаешь Рубашку Тогда Действительно Ты Получаешь Это Счастье Которое Ваше Величество Так Долго Ищет Ну Как Обычно В наше Время Тоже Чем Это Сыгула Тем Больше Этот Рецепт Звучит Странным Тем Более Он Привлекает Нас Поэтому Он Решает Что После Как Он Переспрашивал Всех Они Не Счастливые Надо Искать В других Местах И Король Сам Направляется По своему Королевству Искать Счастливых Людей После Того Как Он Обыскал Все Места Где Он Думал Что Все Так Там Действительно Он Найдет Какого-то Человека Который Счастлив Он Отвращается Обратно И К сожалению Он Никто Не мог Сказать Что Он Счастлив И Уже Другой Обратно Он Видит Крестьянина Который Сидит На своем Поле Он Поет И Он Сияет От Радости Счастья Как бы Он Видит Что у него Такая полная Гармония Спокойствие И он Думает Ох Это Это Мой Шанс И Он Зовет Его К себе И Задает Ему Этот Фундаментальный Вопрос Главный Вопрос Решающий Вопрос Ты Счастлив И Скажи Мне Правду Ты Счастлив И Этот Крестьянин Говорит Да Действительно Я Счастлив Тогда Я Прошу Тебя Дай Мне Свою Рубашку На Что Этот Крестьянин Говорит Что Ну У У У У У У Это Опять же Описывает То Что Мы Думаем Всегда Что Когда Мы Добьемся Этого Или Другого Или Третьего И Мы Думаем Что Тот Человек Точно Счастлив И На Самом Деле Это Не Так Теперь Мы Постараемся Понять Что Такое Чтобы Понять Наш Путь К Счастью На Наше Время Это Немножко Звучит Наоборот Что Когда Ты Встречаешь Человека И Ты Говоришь Ну Как Он Выглядит Очень Счастливым Таким Радостным Счастливым То Мы Начинаем Думать Что 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 С Нем Не Так Наверняка Он Как То Безответственный Он Наверное Человек Который Наивный Глупый Как Он Может Быть Счастливым Это Мы Уже В наше Время Мы Дошли До Такого Такой Стигмы Что Если Человек Дает Впечатление Что Он Счастливый Тогда Что То С Нем Не Так Но Давайте Посадимся Разобраться Что Такое Счастье Мы Хотим Найти Путь Наш К Счастью И Для Это Нужно Понять Что Это И На самом Деле Мы Так Как Это Очень Тяжело Действительно Сразу Определить Что Это Такое То Мы Пойдем В Обход И Мы Начало Определим Что Не Является Счастьем Иногда Легче Когда У нас Немножко Какой-то Сложный Перед Найм Вопрос Какая-то Дилемма Легче Понять Вот Это Не Выход Из Положения Это Нет И Когда Останется Там Там Если Я спрошу Вас Сегодня Сейчас День Или Ночь То Вы Скажете Или День Или Ночь Не Будет Много Ответов Потому Что Есть Ясность Когда Много Ответов Это Уже Признак Что Здесь Нет Ясности Поэтому Давайте Постараемся Пройти Через Нашу Жизнь На Наши Разные Аспекты Нашей Жизни И Там Мы Уже Увидим Где Действительно Можно Найти То Что Можно Назвать Счастьем И Что Не Является Счастьем Тут Будут Простые Очень Простые Вещи Но На самом деле Если Мы Начнем Задумываться Они Нам Очень Очень Могут Помочь В Если Мы Спросим Например Начнем С самого Простого Деньги На Материальное Положение На Неограничимое Такое Материальное Состояние Деньги Является Лето Счастьем Если Я спрошу Сейчас Каждого Кто Здесь Слушает То Обычно Мы Увидим Что Если Спрошу Деньги Это Счастье То Первые Ответы Будут Нет 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 Деньги Нет Нет Потом Более Смелые Люди Скажут Что Может Да Да Те Люди Которые Не боятся Что На них Посмотрят Как Так Криво Они Скажут Да Деньги Это Это Может Привести Человек К счастью И Чуть Позже Те Люди Которые Немножко Дудумываются Они Скажут Что Зависит Это Нет Это Нет Да Нет Это Зависит От Положения От Обстоятельств Если Я Потом Спрошу Эту Группу Людей А Как Что Такое Счастье Тут Опять Ж Не Будет Четкого Ответа Тогда Если Нет Четкого Ответа Как Вы Могли Мне Сказать Что Деньги Это Да Счастье Или Нет Если Вы Не Знаете И Здесь Я Возможно Это Длился С этим Но Когда Я был В Ешиве Это Было Примерно 20 лет Назад То Приехал Я думаю Что можно сказать Раф Мойше С Формес Один Из Очень Очень Богатых Людей У него Около 100 Домов Для Престарелых В Америке И Он Приехал В нашу Ешиву Он Он Дал Деньги Чтобы построить Все здания Его Имя Его Фамилия Его семьи Была На нашем Здании И Он Также Сам Учился Сам Ешиве В молодости У него Была Смеха Была Ординация Рава Он Дал Шиур И Выглядело Очень Все Все Могли Начать Ему Завидовать У него Есть Материальное Благоустройство Он Как бы Может Дать Шиур Сам И Все Дают Ему Такое Уважение Значит Я Случайно Услышал Кто Как Говорил Человек Который Знает Его Близко Он Сказал Что Как Никто Даже Не Подозревает Но На самом Деле Он Приехал Сюда Потому Что Он Очень Болен Он Болен И Вот Роши Шива Будет Его Возить По Стране Они Будут Молиться В разных Святых Местах И Также Они Пойдут К Большим Праведникам Получат Благословение Это Почему Он Здесь С Другой С С Одна Дочь Единственная Дочь И Она Уже Два Раза Разведена Потому Что К С Жалению Так Она Единственная Наследница То Те Кандидаты Которые Хотят На ней Жениться Они Не Всегда Хотят Жениться На ней Они Хотят Жениться На Наследстве И Этот Человек Он Был Отдал Все Свои Деньги Только Чтобы Его Дочь Была Счастлива Но К сожалению Именно Из-за Этого Все Эти Царот Все Эти Проблемы Так Что Иногда Мы Видим С одной Стороны Как С Счастлив В Израиле Был Один Очень 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 Богатый Человек Самый Богатый Израиль Нерелигиозный Человек И У него Брали Интервью И В этом Интервью Этот Репортер Он Спросил Задал Этот Вопрос Насколько Есть Связь Взаимосвязь Между Деньгами И Счастьем На Что Этот Миллиард Миллионер Он Ответил Что Нет Он Может Четко Сказать Что Нет Увеносвязи Если Так Он Сказал Он Сказал Что Он Думал Всегда Что Деньгами Можно Купить Все Да Как Говорят Что Деньгами Можно Купить Все А То Что Не Закупить Деньгами Можно Купить Больше Деньг И Он Себя Как Был Принцип Жизни Но Он Дал Пример Простой Пример Из Своей Жизни В Один Момент Он Решил Поехать В Отпуск Что Такой Отпуск В Этих Кругах Это На Собственной Яхте Путешествовать На Три Года Три Года Путешествовать По Миру На Частной Яхте Со Всей Своей Семьей Он Отправляется Как Что С Едой Каждое Время Прилетал Вертолет Привозил Свежую Еду И Вот Так Они Отправились На Такой Отпуск Он Говорит Во Время Этого Отпуска Его Жена Плохо Сочувствовала И За Короткое Время Она Умирает Там На Яхте И Он Говорит Для Него Это Был Как Символ Того Что Он Думал Что Как Бы Вот Этим Богатством Он Может Добиться Всего И Он Уминал Что На самом Деле Это Было Не Так На Что Репортер Так Дерзко Спросил Его Если Так Тогда Отдайте Мне Ваши Деньги Если Вы Видите Что Это Вас Не Дело Частливым Поделитесь Со Мной На Что Он Сказал Что Да Действительно Это Хороший Вопрос Но Когда Ты Привыкаешь К Этому И Ты Уже Этим Живешь Как Сказано В Шлам Амелах Сказал Человек Любит Деньги Он Никогда Не Насытится Ими Постоянное Желание Постоянная Потребность Что Было Больше Больше Сказано Перке Вот Я Шлам Ману Ротсимасаем У тебя Есть 100 Ты Хочешь 200 Поэтому Он Говорит Это Не Что 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 Я Могу Поделиться С Этим На Что Он Сказал Очень Очень Умную Вещь Этот Миллионер Он Объяснил Этому Репортеру Он Сказал Что Как Ты Сейчас Себе Чувствуешь Ты Чувствуешь Себя Счастливым Он Говорит 50 на 50 50 Да 50 Нет Он Говорит Я Тебе Объясню Что Допустим Если Бы Я Тебе Мог Дать Ту Сумму Денег Которой Ты Мечтаешь Допустим 10 Миллионов И Когда Это Передается Тебе Через 15 Лет 15 Лет Ты Получаешь Вот Эту Сумму Которой Ты Мечтаешь Все Эти В Чем Твои 50 На 50 Потому Что Ты С одной Сторон Ты Не Удовлетворен У Тебя Есть Чувство Что Ты Не Разочарован Чем То Своей Жизнью На Другой Сторон Есть Надежда У Тебя Есть Оптимизм Ты Считаешь Что Есть Еще Возможность Чего Добиться Эти 15 Лет У Тебя Будет Вот Это Желание Что Ты Стремишься К Чему То Что Ты Можешь Добиться Того Счастья Но Через 15 Лет Ты Получишь Эти Деньги И На Этом Твои Вот Эти 50 Процентов Заканчиваются И Будет 100 Процентов Неудовлетворения У Зачем Тебе Терять Это Зачем Тебе Пусть Тебе Будет Бесконечно Есть Разница Между Счастьем И Удовольствием Счастье Это Что Что Не Чувство Это Какое Состояние Которое Мы Должны Определить Что Это Значит И Наслаждение Наслаждение Оно Кратковременно Оно Надоедает И Да Счастье Это Вечность Это Что Это Стабильность И Деньги Безусловно Дает Наслаждение Удовольствие Но Это Никогда Не Остается Долговременным Это Постоянно Ведет К собой Что Человек Хочет Больше Или Уже Не Хватает И Это Разница Которую Мы Должны Понять Между Счастьем И Удовольствием И Наслаждением В Человек Считает Что Это Поведет К нему Счастье Что Деньги Это Действительно Будет То Что Не Хватает Для Счастья Это Только Удовольствие Это Не Счастье Известно Что В многих Местах Где Есть Самый Высокий Уровень Жизни Самые Высокие Зарплаты Это Те Места Где Самый Высокий Процент Самоубийства И Мы Видим Что Есть Клубы Самых Богатейших Людей И Если Посмотреть На Их Развлечения И На Их Жизнь Насколько Это Не Показывает Что Они Счастливы То Это Должно Быть Доказательством Тем Что Это Там Мы Не Можем Сказать Что Это Счастье В Номер Два Да Мы Можем Попробовать Сказать Что Это Семья Семья Вот Это Счастье Особенно Человек Которого Нет Семьи Он Постоянно Как Стремится К этому И Он Читает Что Там Он Найдет Настоящее Счастье И Счастье Семья Это Возможно Нахас Это Удовольствие От Детей От Близости Муж И Жена У них Есть Но Счастьем Это Нельзя Сказать Что У Человек Которого Есть Семья У Него Множество Стресса Может Быть Из-за Этого Напряжение У Него Воспитание Детей Сам Шелымбает Гармония Муж И Жена Месте Множество Факторов Которые Именно Семьей Человек Постоянно Он У него Ответственность Он Зависит От От него Зависит Он Зависит От Других И Сказать Что Если Это Счастье То К сожалению У многих Людей Которые Приходят К этому Потом У них Разочарование У них Нет удовлетворения Нет Этого Состояния Счастья Которые Так Так И Скали И Думали Что Как только У них Будет Семья Это Будет Часть Может Быть Мы Подумаем Что Счастье Это Ковод Это Честь Это Уважение Человек Добивается Уважение Этого Статуса Который Он Стремится К этому В Обществе На Работе И Это Вот Именно Можно Сказать Что Вот Это Счастье Как Пример Можем Дать Что Если Человек Он Обычно Получает Совсем Немного Честь Уважения Вдруг Он Попадает Место Где Его Дают Огромное Количество Уважения По Ошибке Не По Ошибке Это Не Грает Роли После Этого Куда Бо Он Не Пошел У Него Быть Чувство Где Ж Это Уважение Где Ж Эта Честь Которую Мне Показали Почему Этого Нет И Когда Человек Это Испытывает Вот Это Раздражение Вот Это Недовлетворение Этот Поиск Того Что Ему Уже Дали До Этого И Почему Сейчас Того Нет То Это Именно Больше Напоминает Несчастье Чем Счастье Один Известный Раф Он Все Делал Сам Он Ходил В Магазин За Молоком За Хлебом Ходил За Овощами Ездил На Автобусе Без Шофера И Ему Сказали Начали Протестовать Что Его Близкие Что Это Нет Не Подходит По Чести Как Как Же Так Он Сам Ходит В Этот Магазин И Он Они Все Сделают Для Него Будет Кто Приходить И Все На него Покупать И Также Все Будут Возить На Что Он Говорит Вы Хотите Разрушить Мой Жизнь Вы Пытаетесь Разрушить Мой Жизнь Говорит Что Случится Кто Начнет Меня Забирать И Возить Кто Будет Покупать Для Меня Все А Что Если Этот Человек Не Придет Он Не Придет То Все Я Уже Не Могу Пойти В Магазин Как Же Не По Моей Статусу Не Буду Чести Я Не Поеду Сам На Автобусе И Поэтому Я Не Будет Кушать Не Буду Сидеть Дома Это Же Такое Сейчас У Нет Честь Это Не Всегда Долговременное Удовлетворение Или Какая-то Радость Это Удовольствие Это Есть Какое-то Безусловно Это Что-то Духовное В этом Месте Поэтому Сказано Что Если Человек Получает Честь Здесь Он Должен Бояться Насколько Он Теряет Свою Магаба Свою Следующий Мир Это Безусловно Есть В этом Огромнейшее Какое-то Удовлетворение Радость И Наслаждение Но Это Опасно И Это Ведет Чаще Всего Как Сказано Кина Кавада Тайва Это Три Вещи Это Страсть Человек Вожделение Или Кина Зависть Или Честь Они Моцины Саудоминолем Они Убирают Человека Из этого Мира Потому что Он Постоянно Делает Себя Зависим От Других И Тогда У него Нету Жизни Поэтому Мы Должны Идти Дальше Что-то Такое Банальное Как Еда Для Многих Людей Это Кажется Смешно Это Кажется Ну что Это Разве Счастье Но На самом Деле Мы Видим Что Весь Мир Он Крутится Вокруг Еды Есть Постоянно Новые Новые Пути Как-то Чтобы Получить Максимальное Наслаждение И Люди Действительно Даже У нас У нас Есть Шабат Сауда У нас Есть Трапезы Это Все Может Быть Как Митцва И Да Это Может Быть Тоже Какой-то Вид Человек Может Получить От Этого Какое-то Счастье Рамон Пишет Что Большинство Все болезни Они Идут От Еды Так Он Пишет Своему Сыну Что Большинство Не все Большинство Болезней Вес Некоторые Болезни Которые Они Зависит От Человека Как Он Годился И Что Большинство Болезней От Еды Или Это Слишком Много Еды Или Это Какое Качество Еды Или Количество Или Качество Что Он Ест Сколько Он Ест это всегда как бы когда человек думает что вот от этой еды у меня будет огромное наслаждение то это есть очень известный раввина Эдуард Алловский который очень особенное чувство юмора он говорит что у него диабет он говорит что есть диабет который врожденный есть диабет который человек заслужил себе он говорит что он над своим диабетом он действительно сильно очень работал чтобы действительно получить сначала у него было немножко там больше градус больше больше пока у него уже очень высокий диабет и он говорит когда ему предлагают какой-то пирог какие-то сладости он говорит неужели это стоит за это умереть на таким таком за это вот стоит умереть он говорит что только по-моему два раза за все это время они были правы они сказали что да это они были правы но с остальной нет на самом деле если мы наслаждаемся этой едой это наслаждение да это будет короткое наслаждение но опять же это понятно каждому что это не прием к счастью может быть люди любят спать на есть блаженство человек может спать и все тогда он как бы у него нет никаких проблем нет никаких ссор ни с кем никакого стресса он просто отключается но как понятно всем что иногда не могут заснуть и даже если заснул то ты потом просыпаешься и это конечно не рецепт к счастью более распространенная вид ну люди думают что это счастье это рехеша это получить покупать вещи на это будет новая квартира новая машина новая новая это когда вот этот материал материальные вещи которые мы думаем что вот если у меня будет это тогда действительно я буду счастлив раба я рассказал что не было такой пример с одним из его учеников то он сказал что что когда они говорили а что для него важно в жизни что для него самое самое важное что я не могу этим политься потому что раф это не поймет ну почему не помню это это не для для вас но я ко мне любопытно что это нет это я хочу последнюю модель скоростной машины и действительно что вот вот это вот эти вот железо с этой резины вот это вот это для тебя будет самым таким пик главным счастьем жизни я сказал вы не понимаете и через несколько месяцев этот молодой человек достиг своей цели он действительно раба это что он выходит в она стоянку и там такая новая бестящая машина 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 и проиграть что ты достигнуть да он сияет нет присыл прекатиться покатился не этот нужно было сделать благословение но молитву дорожнюю после до этого и также огонь маль и то что он остался в живых после этого это было незабываемо но через пару месяцев он видит что на машине висит знак висит объявление что она продается и он подошел к своему хозяину к этому парню говорит что ты продаешь свою это же это же цель твоей жизни это то что счастье главное счастье в жизни да я как бы это очень много денег и на это нужно и я накатался и мне уже нету к этому такого интереса но это за сколько ты продаешь на 10000 шекелей меньше чем я купил и и он сказал что варуха шем как бы ты за 10000 ты получил урок что на самом деле это не цель не может быть цель твоей жизни это не может быть ты можешь считать что это то что делает меня счастливым у некоторых людей это может занять всю жизнь и это будет они заплачут заплатят гораздо большую цену потому что они думают что вот это принесет и к этому а и к счастью на самом деле в конце концов они это увидят что это нет но это уже будет очень поздно поэтому может быть мы наверное скажут люди на обычно сам сразу же что это рухнис это духовный мир это это человек который растет духовно он приближается выше он он с его соблением и цвот торы это то что сделает меня счастливым если посмотрим по сторонам то мы увидим очень духовных людей очень его дошем они действительно служат творцу и они бы но мы не всегда скажем что они счастливы на как это не может быть печально но люди даже которые действительно не об джим мы действительно постоянно работают над тем чтобы все соблюдать и действительно учатся и простут но сказать что они мы уж шарим они счастливы далеко не всегда можно этих людей определить на как мы сказали что люди с деньгами они далеко не всегда счастливы и с другой стороны мы видим можем найти людей без денег которые да счастливы то что мы здесь есть люди которые очень духовные на очень очень на высоком уровне но назвать их счастливым нам тяжело наверное да это тоже очень важно знать что если человек занимается кировом он он старается приблизить людей к религии которые то ни в коем случае нельзя говорить если вы будете соблюдать митцвот тогда вы будете счастливыми это счастье нет это не так наша жизненно полна испытаний она человек который соблюдает тору на как мы это это наоборот часто у него будет еще испытание гораздо более тонко за более тяжелый более какие-то изысканы и есть огромнейшее количество новых испытаний которые опускают сначала который он понимает что здесь что от него требуется поэтому сказать что человек у него будет тахлый с него будет цель в жизни у него будет какое-то есть наслаждение тоже у него будет нахаз у него будет другая семья другая другая и другие цели другой уровень духовный это сто процентов сказать обещать человека что мы счастливым это не так наверное все мы тогда ответим что да окей мы сдаемся нету счастья в этом мире в следующем мире на олямаба после 120 лет там уже будет счастье будет полное блаженство так далее но в этом мире наверное нет нету счастья есть наслаждение на короткое длинное но счастья нет на и тогда это может быть уже быть причиной депрессии потому что мы ему скажем что в этом в этом мире мы не найдем мы не сможем никогда быть уверен что это принесет нам счастье но давайте да посмотрим и начнем как-то искать и найдем мы за сошем правильное определение счастье для этого мы должны начать понять что такое и цирана что такое вот это вот сила внутри нас которая старается нас разрушить который знает что у нас есть вот это вот стремление к счастью и как она использует это против нас и после того как мы уже определили что где счастье возможно нет мы без сошем найдем именно то определение которое поможет нам быть счастливым спасибо счастлив